Добрейшего денёчка, вечерочка, утречка, я чёртова знаю чего в наше непростое, и, наверное, да, будет, не лишним сказать, дерьмовое время. Но, ладно, это всё опустим. Короче, друзья, сегодня будем говорить про тёмных эльфов. Нет, 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 сразу же уточню, нет ни тех тёмных эльфов, которых мы уже насмотрелись вот, да, в трейлере сериала «Кольца власти». Боже ты мой, господи, за что это нам? Ну, ладно, как выйдет сериал, тогда вместе посмеёмся, и, надеюсь, у нас будет всё хорошо к тому моменту. А сегодня будем говорить про тёмных эльфов, которые вот просто тёмные эльфы, ну, как вот завидено в фэнтези, без этих всех ваших предрассудков и всего такого. Поэтому присаживаемся поудобнее, господа, раз мы это видео ещё осмотрим здесь на Ютубе, значит, оно у нас ещё есть. Но, на всякий случай, можете вот перейти по ссылочкам в описании, там есть Инстаграм... Да, Инстаграм... Охренетьно... Ах, и там Телеграм есть, можете туда зайти, я там ещё всякие штуки публикую, там всякие аудиорассказы, бред свой старческий и прочие дела. Ну, и вообще, там как бы повеселее. А, чё ещё? Есть там ещё ссылочка на Бусти, можете вот подписаться, просто можете подписаться за копеечку, совсем маленькую, как бы... Учитывая, что доход с Ютуба стал нулевой, будет приятно, если кто-нибудь что-нибудь хоть немножечко поддержит, потому что кушать хочется, да... Ай, ладно, давайте про тёмных эльфов. Короче, тёмные эльфы стали популярными как противовес добрым, мудрым и справедливым эльфам, которых, в принципе-то, ввёл в фэнтези наш уважаемый профессор Толкин. Хотя, если вчитаться, в Средиземье далеко не все эльфы такие, как бы, идеальные ребятки. Но, в отличие от Светлых, их тёмные собратья известны агрессивностью, коварством и, разумеется, скрытностью. Они жестоки и эгоистичны, считают сочувствие проявлением слабости. К другим расам тёмные эльфы относятся как к низшим существам. Нет ничего зазорного в том, чтобы умизить, убить или обратить в рабство человека, гнома и т.д. Обычно тёмные эльфы скрываются под землёй или в других потаённых местах. Эдакие любители тени. Зачастую свет может причинять даже вред тёмному эльфу или ослабить его. Порой авторы фэнтези выделяют тёмных эльфов хорошо узнаваемыми признаками. Чёрным или серым цветом кожи, белыми волосами, красноватой радужкой. Мне вот стало интересно, кто же впервые решил изменить привычный образ эльфа и вот что в принципе у нас получается. Создавая уже привычных нам эльфов, Толкион опирался на кельто-скандинавскую мифологию. В скандинавской Эдде упоминаются два вида альвов. Люос-альвы, то есть светлые, и док-альвы, тёмные. Они живут в мире под названием Альфхейн, но если Люос-альвы обитают на поверхности, то док-альвы под землёй. Люос-альвы описываются светлее солнца, так что на них трудно смотреть, в то время как док-альвы чернее смолы. В той же Эдде существуют и сварт-альвы, черные альвы. Они обитают в мире сварт-альвхейн. Что интересно, из других скандинавских мифов можно сделать неожиданный вывод. В этом мире живут дворфы, которых у нас часто переводят как в принципе гномов. Ну, привычнее так. Конечно же, профессор Толкин был знаком с этими всеми нюансами, но темнокожих эльфов в Средиземье, ну, вроде как бы, нет. Вместо этого Толкин назвал тёмными эльфами, Мориквенди, тех, кто не откликнулся на призывы Валар и не увидел свет в Балинора. По внешнему виду они ничуть не отличаются от светлых эльфов. Калаквенди, Ваниар, Нолдор, Талери. Отречение от пути света стало основой и для разделения эльфийской расы, допустим, в том же самом Вархамбере. Есть и другой вариант, который воплотился в персонажи по имени Эол, тёмный эльф. Это кузнец-одиночка, который живёт в лесу отдельно от своего народа и не придерживается его обычаев. В будущем такой принцип возьмут на вооружение и другие авторы. Например, в книгах из цикла Dragonlance тоже нет разделения эльфов по цвету кожи. А тёмными эльфами называют одиночек, которые связываются с тёмной магией. Ну и, собственно, создателем тёмных эльфов в их привычном таком вот для нас образе стал Гэри Гэггекс. Американский писатель и разработчик настольных игр. Он стоял у истоков знаменитой игры Dungeons & Dragons. Именно в первом издании этой игры в 1977 году упоминается тёмные эльфы. Или же, да, дроу. Почему именно дроу? По словам самого Гэггекса, он вдохновлялся как раз кельтской мифологией, а конкретно фейри, волшебными существами. Из шотландских плитаний по имени Трау. Ну или же, да, 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 дроу. Это злобные существа, которые живут под землёй, внутри курганов, а по ночам выходят на поверхность и похищают людей. В общем, стереотипное занятие современных, ну, таких вот понятненьких, дроу. Так появились чернокожие и беловолосые дроу. Они же тёмные эльфы. В дальнейшем их сделали популярными книги Роберта Сальваторе. Да, сами понимаете, о Дирсе до Урдене. И да, в очередной раз мы не будем говорить Дирсе до Урден, потому что, ну, для нашего восприятия слуха это слишком сложно, плохо, не надо. И на волне этой всей вот популярности возникло ещё много интересных раз. Например, вот, серокожие Данмеры из серии игр Zelda Skrulls. И чернокожие Тисте Анди из Малозанской книги Павших. И темнокожие Колдорей из Варкрафта. В общем, понеслось, поплыло, поехало, кого только не появлялось. Ну, конечно, вообще, бывают эльфы вообще разные. Там и синие, и зелёные, и красные. Кого только, как бы, не появлялось уже в фэнтези. Тут уже всё зависит от извращённости, от желания самого, допустим, вот какому-то там автору чё-то изобрести своё. Но суть-то мы всё поняли, да? Да. Поэтому я ещё раз напоминаю, все ссылочки в описании, если есть возможность поддержать канал и все остальные проекты, которыми я занимаюсь, милости прошу, будет очень приятно. Ну, а так чё-то... До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok